Огромный всем привет, друзья! Сегодня мы с вами открываем 5 посылок для смартфона Xiaomi и также мы в конце видео разыгрываем вот этот замечательный пауэрбанк от фирмы Xiaomi вместе с этой лампой и еще будет силиконовый чехол. В общем, условия минимально простые, нужно будет подписаться на канал спонсора, посмотреть, что я нашел. Парень, Дима, занимается распаковками и обзорами товаров из Китая. Все условия будут под видео, а мы сейчас с вами давайте открывать, смотреть, разбираться. Вы со мной, я с вами, мы начинаем, погнали! Третью неделю, друзья, я являюсь обладателем вот этого смартфона Redmi 3S. В комплекте у него были чехол и защитная пленка, но у меня еще заказан один смартфон этой же фирмы и вот к нему комплект еще дополнительный. Все пришло достаточно быстро, давайте смотреть. Значит, у нас здесь находится Mobile Phone Bex, то есть кейс для вашего смартфона фирмы Xiaomi. Давайте посмотрим, как пришло все. Это был один из самых бюджетных вариантов, но скажу сразу, что немножко впечатляет мне, конечно, фактурный рисунок. Это действительно вот такая вот гравировочка, то есть скользить в руках не будет, никаких лишних обозначений, просто есть буковка П. Здесь какая-то небольшая вмятинка есть, но я думаю, что это не так страшно. Можно будет устанавливать вот так и смотреть фильмы. То есть мне такие достаточно нравятся и плюс этого в том, что вот это как бы хороший такой пластик. На вид как металл и сделан под серый цвет такой. На ощущение сразу и бросается, что вроде бы как он металлический, смотрите, хотя это пластик. Давайте померим, как он будет смотреться на смартфоне. Ну, становится отлично, все как родной. Вот есть такие здесь выемки под все основные клавиши, под зарядочку. Здесь нижняя часть не заполнена, также верхняя не заполнена. Смотрится классно, даже можно и не отличить, что здесь у нас надет чехол. Вот такого вот формата получается. Ну, смотрится симпатично. Также есть отверстие под сканер отпечатка пальца, под динамик, под камеру. Все неплохо. Также здесь сверху прошито. На ощупь приятный, смотрится классно, компактно и мне нравится. Вот второй мой чехол, который такой же, только вот серого цвета. Ну, и здесь есть вот такая вот броская надпись Moffy. А по факту тут внутри еще просто силиконовая подложечка. А так чехлы идентичные, хотя вот этот стоит гораздо дешевле. Ссылки на все товары оставлю в описании под этим видео. Давайте смотреть следующую посылочку. О-о-о, смотрите какой бутерброд. Бутерброд. Китайцы явно позаботились о том, чтобы ничего не испортилось. И запаковали вот в такой огромный бутерброд. Плюс сама еще скрин протектор. Пленочка у нас вот в таком вот красивом переливающемся кейсе. For Xiaomi Redmi 3S должна быть или Redmi 3. Они одинаковые. Много обозначений здесь. И давайте открывать. Вот такие у нас здесь наклеечки есть. Для того, чтобы можно было все это у нас прикрепить. Все в таком неплохом кейсе. И это стекло. Это также стекло. Смотрите, какое толстое. Я практически такое же клеил сюда на экран. Давайте посмотрим, подходит оно или нет. Отлично. Один в один подходит. Все круто, все четко. Мне нравится. Супер. Цена недорогая. Ссылочку также оставлю в описании. Видите, пакуют отлично. То есть, повредиться очень сложно. Давайте смотреть. У нас еще одна пленка есть. Также упакована в такой вот бутерброд. Но здесь уже покруче, мне кажется. Здесь пенопласт. Что у нас здесь? Комплект практически такой же. Смотрите, то же самое. От магазина у нас есть этикеточка. И опять же, точно такое же стекло. Только здесь немножко другой прорез. Давайте я вам сравню, покажу. А вы уже выбирайте под себя. Здесь у нас, видите, такой вот разрезик. А здесь вот такие вот два. Но по размерам, по размерам они абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Просто вот на одном чуть больше разрез, а на другом чуть меньше. Но цена разная. Ссылки оставлю на все в описании. Переходите, смотрите, кому нужно. Все приходит классно. Упаковка отличная. Что на одном, что на другом. Ну и переходим к самому интересному. Давайте смотреть. Здесь у нас находятся две пары наушников от фирмы Xiaomi. Открываем. Вот в такой коробочке поставляется гибрид дуал драйвер. И основные характеристики можете видеть здесь. Mi Inher headphones Pro. Вот кому интересно, можете нажать на паузу и посмотреть. А вторые, эти наушники у нас стоили 18 долларов приблизительно. А эти стоят всего лишь 6 долларов. Вот такая вот разница. И давайте откроем, посмотрим, что еще внутри в комплекте. Xiaomi, как всегда, красавцы. Смотрите, классно так все упаковано. Смотрится, как такая рожица прикольная. Все четенько, все классно. Открываем, смотрим дальше. Фирменная инструкция с логотипчиком фирмы Xiaomi. На китайском языке, конечно же. Но не скупятся они на инструкции и на упаковке. Это точно. В индивидуальном мешочке амбашюры у нас. Вот целая кучка, целый наборчик. И свернуты сами наушники. Вот в таком вот сделанном у нас стиле. На ощупь провода уже сразу хочу сказать очень приятные. Сталкиваюсь я уже не первый раз с этими наушниками. По бесплатному посреднику было заказано их достаточно уже много. Ну, смотрите, сам провод до вот этого основания, он в оплетке в такой трепчаной. Дальше идет уже вот такой вот силиконовый мягкий проводочек. И также вот у нас здесь есть кнопки регулировки громкости. А также отвечать можно на вызовы. Потому что здесь есть также микрофон. Очень приятные амбашюрки. Дуал драйвер, правый, левый. Все подписано, все классно. Ну и выглядят они вот таким вот образом. Сейчас, конечно, послушаем и те, и те. Я вам просто еще раз скажу мнение, как вот работают они как минимум Xiaomi Redmi 3. HD Audio написано также на самих наушниках. Ну, размерчики небольшие, но прикольно смотрятся. Эти наушники я покупал для себя. В этих которых цена 6 долларов. Упаковочка немножко поскромнее. Но также в комплекте есть амбашюры. Есть небольшой вкладыш. Ну и сами наушники вот в индивидуальном пакетике. Вот таким вот образом. Здесь у нас идет плоский провод. Есть в комплекте уже сразу амбашюрки. Здесь вот такая вот металлическая вставка, которая переливается. Ну и смотрятся они также неплохо. Легкий навес, провода, как я сказал, уже в плоском формате сделаны. Кнопочка нажимается также достаточно мягко. 3.5 разъемчик выглядит вот таким вот образом. Если посмотреть на этот разъемчик 3.5, то здесь, конечно, посолиднее. Металлическая колбочка на нем. Ну, смотрится покруче. Но за 6 долларов тут комплектация поскуднее такая, можно сказать. Но играют они также неплохо. Вот разница. Давайте послушаю, скажу, как что играет. Друзья, ну что я могу сказать? Послушал только что одни и вторые. Включил трек. Нажал на паузу. Вставил второй наушник. Потом первый. То есть, ну вот разные. И могу сказать, что качество практически не отличается звука. Вот именно со своего смартфона. Хотя там есть предустановленные настройки по выбору наушников. Но хочу сказать, что возможно разница в такой цене. Потому что, конечно, тут металл. Тут немножко другая система. Самого наушника. И плюс то, что вот эти, конечно, они, которые стоят чуть дороже. Dual Driver. Они немножко поприятнее лежат в ухе. Здесь такой вот пластик, конечно, смотрится немножко дешевенько. Но хочу сказать, что звук тоже очень классный. То есть, если вы хотите хорошие бюджетные наушники, однозначно можно брать вот эти, которые стоят 6 долларов. Если хотите чуть-чуть посолидней, чуть покруче, то вот, конечно, за 18 долларов тут уже и провод получше. И сама вообще компоновка всех деталей также классная. Но эти, я хочу сказать, звучат также все четенько. Ну что ж, друзья, участвуем в конкурсе. Ставим лайк. Заполняем Google форму. Подписываемся на канал спонсора. И выигрываем вот этот замечательный Powerbank вместе с лампочкой и вместе с силиконовым кейсом. Конкурс у нас продлится 4 дня. На пятый день мы определяем победителя в группе ВКонтакте. Будут результаты. Следите. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Участвуйте в конкурсе. С вами был я, а вы были со мной. Все ссылки на эти товары я оставлю в описании. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok